Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегета, и давайте сегодня почтим память преподобного Никона Игумена Радонежского. Преподобный Никон — это непосредственный преемник преподобного Сергия, его ближайший ученик, и в лавре вот на отпустах, когда поминают разных святых, то там непременно упоминают преподобных Сергия и Никона, Игуменов Радонежских, все России чудотворцев. То есть есть непосредственно такая связь, и это значит, что дело преподобного Сергия, оно не умерло, оно продолжало жить в лице его непосредственного ученика, преподобного Никона, и через Никона дальше вот передается последующим Игуменам, и вплоть до нашего времени традиции преподобного Сергия благодаря этому жива. И здесь даже такие интересные вещи, ну вот приоткрою такой секрет, вот в лавре рассказывают, это в общем такой реальный случай, когда отца Матфея, вот отец Матфей, известный наш регент, который руководил хором, и вообще вот в плане церковной музыки, он прославленный такой специалист, церковный именно специалист и регент, и вот отец Матфей однажды его как-то хотели посвятить воепископы, ну и получается так, что если бы его рукоположили воепископы, то все, значит, он уезжает из лавры и куда-то там в дальнюю епархию, и вот он в принципе-то даже не собирался возражать, и вдруг ночью во сне он видит, как является ему преподобный Сергий Радонежский, и говорит, что тебе не надо уезжать, ты нужен лавре. Ну, отец Матфей пробуждается, думает, надо же, какое искушение перед таким важным, значимым делом, как рукоположение в епископский сан, и не придал значениям. В общем-то, правильно, мы должны осторожны быть в отношении каких-то видений, особенно снов, так как тут можно искуситься, лучше, конечно, не доверять, но потом второй раз, второй раз ему это также является преподобный Сергий во сне, говорит, что ты нужен лавре, ты не должен уезжать отсюда. Ну, отец Матфей опять вот не придал как бы такого существенного значения, и в третий раз уже является преподобный Сергий вместе с преподобным Никоном, своим учеником, с подвижником, с Никоном Радонежским, и при этом преподобный Никон, он с жезлом был, и он с жезлом немножечко так вот постучал отца Матфея для вразумления. Ну, в общем, сказали они, что не надо ему оставлять обитель, куда-то уезжать, и тогда он уже действительно прислушался, не соблазнился вот этим предложением высокого сана, не оставил обители, действительно, отец Матфей очень много сделал, он как вот личность даже, когда вот преподавал, то оставил очень яркий след, и многих воспитал, воспитал и духовно, воспитал и в музыкальном смысле. И вот преподобный Никон Радонежский, получается, что он тоже до сих пор вместе с преподобным Сергием опекает свою обитель, он непосредственный преемник, и вот вообще преподобный Никон, конечно, был намного младше преподобного Сергия, там чуть ли не на 38 лет младше, и считается так, что там высчитывалось, что вот он родился в 1352 году в городе Юрьев-Польский, а Юрьев-Польский, вот сразу скажу, он, вот не надо тоже тут как-то соблазняться названием, он к Польше не имеет никакого отношения, польский от слова «поля», там «ополье», то есть, ну, это ландшафт такой природный, где вот были поля, и там город Юрьев, основанный Юрием Долгоруким. И там рождается преподобный Никон, это, знаете, вообще места эти, вот, конечно, от Сергиева Посада, дальше вот за Переславль-Залезки, и где вот Александр вот в ту сторону, ближе к Суздалю, к Владимиру, ну, относительно недалеко от обители преподобного Сергия, и семья была у него уже очень благочестивый. Кто-то даже говорит, что отец был пономарем в храме в Юрьеве-Польском. И с самого раннего детства преподобный Никон, конечно, имя, каким у него было в миру, мы не знаем, но вот сохранилось, как Никон уже в монашестве, поэтому мы так его и называем. Так вот, он с детства тяготел уже к духовной жизни, и он много слышал о преподобном Сергии Радонежском, то есть, вот, личность преподобного Сергия, она просто вот, ну, была удивительна, то есть, святой, с которым Господь наглядно пребывал посреди людей здесь вот на земле, хотя преподобный Сергий не был многословен, очень простые какие-то слова говорил, но это слова были от сердца, и это все передавали, рассказывали о действенности его молитв. И Никон очень хотел прийти к преподобному Сергию, быть рядом с ним, стать его учеником, внимать словам его, последовать его стопам, и как только вот он подрос, но он был еще очень и очень юный, Никон, он действительно оставляет родительский дом, ну, видимо, с благословения, приходит в Троицкую обитель, приходит к Еле, стучится и падает низ перед преподобным Сергием, ну, тот смотрит ласково, с любовью, а Никон просит, чтобы он принял его в ученики. И вот представьте себе, представьте себе, что преподобный Сергий ему отказывает. Это вот отказывает он тому самому преподобному Никону, который на отпусках поминается вместе с ним, и который считается его непосредственно преемником. Он ему отказывает, ну, трудно сейчас сказать нам, мы, конечно, не обладаем такой вот рассудительностью, и сведений мало, то ли, может быть, потому, что он был слишком юный, да, то ли преподобный Сергий хотел его испытать, но как бы там ни было, Сергий говорит ему, что ты вот лучше отправляйся к Афанасию в Серпухов, там, где вот монастырь, это вот Афанасий Высоцкий, Серпуховской, и он был любимым учеником преподобного Сергия, и вот Сергий говорит, что ты лучше иди к нему, у него примешь как раз пострижение в иноческий чин, и там будешь трудиться. Ну, и преподобный Никон, вот тут, наверное, такой ключевой момент, что он не стал спорить и возражать, а ведь Афанасия Высоцкого он совершенно не знал, и получается так, что он-то сам хотел быть рядом с преподобным Сергием, а теперь он станет учеником ученика, и вот Никон являет как раз вот самое главное, он являет смирение и послушание, вот может быть вот этот как раз его смирение и послушание, то, что он, по слову преподобного Сергия, удаляется от него, да, идет к его ученику и становится учеником ученика, и стало основой того, что преподобный Никон возрос, вот благодаря этому смирению и послушанию в то же очень великого святого человека, преподобного, подобного самому святому Сергию Радонежскому. И отправляется, значит, он к святому Афанасию, приходит стучиться в келью, ну, путь, конечно, не близкий, то есть, получается, север на юг, приходит стучиться, а святой Афанасий, он предпочитал такое как бы уединение, затвор больше, и вот он через маленькое окошко смотрит, ну, видит, очень юный пришел, и так вот неприветливо, может быть, даже спрашивает, зачем ты пришел и чего хочешь? И, значит, Никон просто передает вот в простоте сердечной, что вот, мол, Сергия, Ава Сергия направил меня к тебе, чтобы у тебя принять иноческий образ, хочу послужить Господу здесь, а представьте себе, что преподобный Афанасий тоже ему отказывает и говорит, нет, давай-ка ты уходи, потому что ты еще слишком юн, и образ жизни старцев для тебя не подходит, ты не понесешь вот эти наши бдения молитвенные, днем, ночью, наши труды тяжелые, постнический подвиг, поэтому лучше уходи. Ну, значит, получается вообще никак, да, но Никон неотступно просит, что, ну, ведь люди разные, ты дай хотя бы возможность мне пожить здесь, испытать меня, а ему на это Афанасий отвечает, что, ты знаешь, уже очень много приходило сюда всяких молодых людей, все они хотели, чего-то обещали, и потом они расходились, не понесли тягот нашей монастырской жизни. Ну, так что вот и у тебя тоже не получится, но Никон как раз вот и здесь, но здесь он проявляет уже такое усердие, настойчивость, и когда Афанасий видит, что здесь вот что-то такое необычное, то открывает келью, пускает его уже, это, видимо, было такое духовное испытание по промыслу Божию, то есть не всегда, может быть, даже сами люди это понимают, но здесь есть именно Божий промысл, и вот запускает его уже Афанасий к себе в келью, и уже с любовью так говорит ему, что, ну, ты вот не оскорбляйся, не обижайся, что я тебе так отказывал, просто он правильно сказал, что иночество – это добровольное мученичество. Древние мученики, они единожды пострадав, вот сподобились венца от Господа, то есть исповедали Христа, пострадали, запечатлели свое исповедание мучениями и приняты в Царстве Божие. А вот монахи, иноки, они на протяжении всей своей жизни терпят добровольное мученичество, то есть постоянно лишают себя всяких там земных благ, приятности, удовольствий, комфорта, особенно современный человек, для него комфорт – это как своего рода божество, а монашество, оно всего этого сторонится, и древнее монашество тем более сторонилось. И, значит, вот он преподает ему такое наставление, Никон все это с радостью принимает, и, в общем, остается именно там, и именно преподобный Афанасий Высоцкий сподобляет его иноческого образа, там он трудится, входит в вот эту монастырскую жизнь, молитва, труды, послушание, и мы узнаем, что именно там преподобный Никон принял священный сан. Его возводит в священную степень Иерея, и это значит, что сам преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской, и прочие братья той обители, они глубоко уважали и полюбили преподобного Никона Радонежского, поэтому именно он возведен в священный сан, и вот после этого как раз ему уже разрешает святой Афанасий пойти вновь к преподобному Сергию, то есть второй приход в Троицкий обитель, когда является преподобный Никон, он уже в сане Иерея, ну буквально, то есть иеромонах, он как иеромонах приходит, и тогда его уже преподобный Сергий Радонежский принимает, и преподобный Сергий сначала ставит его послужить братьям, то есть чтобы он трудился на пользу всех, да, чтобы он понимал, что он как бы, ну не главный здесь, а он почувствовал сладость смирения, и на самом деле добродетель смирения доставляет сердцу удивительную, благодатную радость, это понимают только те, кто вкусили этот добродетель, и преподобный Сергий пытался передать ему этот дух, дух смирения, дух терпеливого несения послушания, и потом вдруг происходит нечто невероятное, что преподобный Сергий поселяет Никона в свою келью, чтобы он жил рядом с ним, то есть, видимо, преподобный Сергий уже прозревал, что у Никона есть способности тоже быть игуменом, Господь одарил его этом, то есть вот он уже показал, что он всем может послужить, да, и не будет превозноситься, и вот он становится сокелейником преподобного Сергия, сатаинником в каком-то смысле, то есть, ну представьте, что если бы вы жили рядом со святым человеком, да, вы можете всегда открыть свое сердце ему, не скрывать никаких своих помыслов, никаких своих тревоги, там какие-то вот страхи, всегда посоветоваться, и когда человек действительно рядом с тобой святой, то каждое его наставление, оно просто преображает твою душу, и вот таким счастливым человеком оказался преподобный Никон Радонежский, который как губка впитывал слова, наставления, ну вообще вот сам дух жизни преподобного Сергия, и мы по праву можем сказать, что вот Никон Радонежский, он воспринял дух преподобного Сергия, и потом поэтому преподобный Сергий, он значит что, он его делает своим помощником в делах игуменских, то есть руководстве, чтобы он уже где-то вот помогал как-то руководить какими-то работами на огороде, хозработами и прочими, чтобы упорядочивалась жизнь богослужебная, там общая монастырская жизнь, и вот за полгода до смерти своей преподобный Сергий отошел от всех дел, уходит в уединение, готовясь к переходу в вечность, и поставляет Никона игуменом вместо себя, то есть уже за полгода до кончины преподобного Сергия Никон фактически вот становится игуменом, осуществляя все вот необходимые труды, хотя сам преподобный Никон, он как раз даже об этом и не думал, и не то чтобы не мечтал, это ему не было нужно, он всегда стремился к уединению, но вот раз Господь его через преподобного Сергия поставил, то он трудился, и вот преподобный Сергий по юлианскому календарю, это 25 сентября, это 1392 год, преподобный Сергий расстается с земным миром, Никон теряет вот своего наставника, духовника, ну как, видимым образом теряет, на самом деле духовная связь остается, и преподобный Сергий был похоронен прямо вот в Троицком соборе, то есть он еще храм был, Троицкий храм был деревянный, там, конечно, разбирали полы, и в земле похоронили, и сверху сделали какое-то надгробие, то есть это вот место было чтимым уже, и преподобный Никон, как игумен, он поставил себе два правила. Самое первое, это вот сохранять в точности все, как установил преподобный Сергий, то есть сохранять традицию преподобного Сергия Радонежского. И второе правило, это самому участвовать во всех братских трудах, подавая собственный пример. И вот Никон, он постоянно вот этим двум правилам следовал. Но тут, правда, нужно что добавить, что все-таки настолько он любил уединение, что после кончины преподобного Сергия он недолгое время возглавлял монастырь, и он решил уйти в затвор. А братья, получается, остаются без руководствия, тогда просили назначить кого-то, и тогда назначен был преподобный Савва Старожевский, который долгое время являлся духовником братьев, то есть ему тоже очень доверяли, открывали свое сердце. И вот на протяжении шести лет преподобный Савва Старожевский возглавлял Троица-Сергиев монастырь. А преподобный Никон пребывал в уединении, в молитве постоянной. Ну вот такой был склад его души. И получается так, что князь Юрий Звенигородский, сын Дмитрия Донского, Юрий Дмитриевич Звенигородский, он потом вот в 1398 году забирает преподобного Савва Старожевского себе, чтобы тот вот возглавил обитель рядом со Звенигородом. Ну, получается так, что вот шесть лет игуменствовал преподобный Савва, и он уходит, и тогда братья опять просят преподобного Никона. Ну и Никон по любви к братьям уступает, возвращается к игуменству, ведь его же непосредственно назначил преподобный Сергий. Ну, единственное, что он сказал, что он просил, чтобы каждый день ему выделили какое-то время для уединения. То есть, вероятно, почему он ушел в затвор? Потому что, когда он только стал игуменом, то получилось так, что с утра до вечера все время какие-то хозяйственные работы, все время вот что-то решать, да, организовывать. И на молитву уже почти не оставалось время, поэтому он ушел, и теперь он попросил, чтобы каждый день, вот какое-то время ему уделялось для уединенной молитвы. А все остальное время он посвящал себя трудам игуменства. И надо сказать, что вот обитель во время игуменства преподобного Никона, она очень процветала, здесь была организована книга писания, переписывали творения святых отцов, соответственно, вот такое духовное просвещение, образованность здесь начинались, уже процветали. В частности, что известно? Что переписывали книги преподобного Ава Дорофея, его душеполезное поучение, Лествицу переписывали, некоторые другие сочинения, вопросы-ответы преподобного Варсонофия Великого, Иоанна Пророка, ну и некоторых других святых отцов. И преподобный Никон, он крестил некоторых княжеских детей, то есть его тоже почитали князья. И, соответственно, во время преподобного Никона стали жертвовать некоторые земельные имения для того, чтобы поддерживать монастырь, ну и, соответственно, деятельность монастыря стала расширяться. А потом вдруг приходит такая вот беда, нашествие хана Эдигея. Это 1408 год, и хан Эдигей по пути к Москве взял разные города и потом осадил город. Вот, но в конечном итоге, правда, эта осада оказалась безуспешной, потом уже просто от него откупились, он ушел. Но во время вот этого нашествия преподобный Никон молился, и в том числе к Сергию, к Сергию обращался, чтобы какая-то вот помощь пришла, потому что не знали, чем все это обернется. И было дано ему видение, когда после молитвы он присел отдохнуть, и вдруг он видит, как заходят святители Петр, Алексей и преподобный Сергий Радонежский. И преподобный Сергий говорит, что вот это вот испытание, оно случилось по воле Божией, и Господу угодно, чтобы испытание коснулось и места сего. Но ты не скорби, потому что все это будет очень непродолжительно, и обитель процветет еще больше после этого. Ну и на этом, значит, видение закончилось, они удалились, а преподобный Никон подымается и скорее спешит, открывает дверь и посмотреть, куда они пошли, и видит, что они идут к церкви. И так он понял, что это было действительно такое реальное явление святых ему, святитель Петр Московский, святитель Алексий, покровители Москвы, и преподобный Сергий Радонежский. Кстати, вот это событие, оно было запечатлено на иконе, написала монахиня Иулиания Соколова, как вот явились святые угодники, потом как они направляются в церковь. Преподобный Никон, он понял, что испытание коснется обители, и поэтому нужно отсюда на какое-то время уйти. И вот благодаря преподобному Никону и прочим монахам удалось спасти некоторые вещи, в том числе преподобного Сергия, потому что они это очень ценили. Ну, в частности, что удалось спасти? Спасли иконы, келейные иконы преподобного Сергия, это образ Божьей Матери, образ святителя Николая Чудотворца. Спасли Филонь, которая принадлежала преподобному Сергию Радонежскому. Очень простое облачение богослужебное. Видно, насколько преподобный Сергий был скромный, не искал чего-либо изысканного. Самое главное – это служение, сердечное служение Христу. И вот Филоне его простую удалось спасти. Также жезл, также богослужебные предметы, деревянные были сосуды, в которых совершалось таинство Евхаристии. И вот, кстати, сохранилась также Филонь преподобного Никона Радонежского. То есть, все это удалось вынести перед нашествием Эдигея. И Филонь Никона, она, конечно, уже чуть более украшена. То есть, видно, что обитель при преподобном Никоне уже получала чуть больше достатка, нежели во времена преподобного Сергия. Так вот, все это удалось спасти, в том числе некоторые книги. И Эдигей на обратном пути от Москвы, он сжег Троицкий монастырь. То есть, разорил полностью все это место. И вот, когда возвращается преподобный Никон с прочими монахами, он видит полностью выжженный монастырь. Вот представьте, да, уже пустое, голое место. И вот почему мы чтим преподобного Никона Радонежского? Потому что он все смог восстановить. Он смог восстановить все, что созидалось преподобным Сергием. И храм деревянный, конечно, ну, надо было сразу строить, поэтому вновь строят в честь Святой Троицы храм. Но он стоял там, где сейчас располагается духовской храм, церковь в честь Святого Духа. И за три года где-то были построены все кельи, постройки, вот эти вот хозяйственные монастырские. Храм к 1412 году был выстроен, и монастырь удалось восстановить. А еще преподобный Никон очень хотел поставить белокаменный собор на месте первого деревянного храма в честь Святой Троицы. И это удалось осуществить. Но причем как? Это совпало как раз вот с обретением мощей преподобного Сергия Радонежского. А мощи-то как раз были похоронены внутри деревянного храма, да, и решили как раз вот копать рвы для фундаментов белокаменного собора. И, в общем, когда как раз вот копали, то обрели мощи преподобного Сергия, но этому предшествовало еще и видение. Рядом с обителью жил один благочестивый крестьянин, и ему явился сам преподобный Сергий Радонежский. А прошло уже 30 лет со дня кончины преподобного Сергия, то есть это 1422 год. И вот преподобный Сергий говорит этому благочестивому человеку, передай игумену, то есть игумен был преподобный Никон, передай игумену и братья, почему вы столько времени позволяете моему телу пребывать в земле отовсюду окружаемым и утесняемым водою. То есть преподобный Сергий, он сам соблаговолил вот своей мощи явить людям, и вот этот человек благочестивый передает преподобному Никону, и тогда уже поняли, что тело Авы Сергия должно не в земле находиться, а быть явлено всем людям. И вот когда обретали мощи преподобного, при этом присутствовал крестник преподобного Сергия, это как раз вот тот, упоминали мы, Звенигородский князь, Юрий Дмитриевич, то обрели мощи и почувствовали благоухание. Благоухание, как вот мира, исходящее, ну вот именно благоухание мощей, которое наполнило все вот это вот место. Сначала поставили в деревянный храм, где сейчас духовская церковь, а три года строили собор в честь Троицы, и когда вот уже построен был собор, то туда перенесли мощи преподобного Сергия. И, конечно, вот преподобный Никон, он еще очень хотел как раз, чтобы еще при его жизни собор был украшен, расписан, ему хотелось это увидеть, поэтому он обращается к преподобному Андрею Рублеву. Вот видите, сколько тут святых, такое переплетение святых, преподобных, и каждый своим делом занимается, но все вместе они созидали Великую Русь, Святую Русь и духовную культуру Святой Руси. И вот он обращается к преподобному Андрею Рублеву, тому помогает Даниил Черный. Они вместе расписывают Троицкий собор, иконостас Троицкого собора. И, кстати, в иконостасе до сих пор сохраняются иконы Андрея Рублева. Ну, кроме самого верхнего, самого нижнего яруса, вот три посередине яруса, это как раз вот считается, что расписывал Андрей Рублев с его учениками. И знаменитая Троица Рублева, которая сейчас находится в Третьяковской галерее, она как раз была написана именно для Троицкого собора обители, и преподобный Никон увидел эту икону. И, в общем-то, икона Троицы, кисти Рублева, она как раз, может быть, выражала самую главную идею преподобного Сергия Радонежского, это идея единения всех вот в божественной такой духовной любви по образу Святой Троицы, как Отец, Сын, Святой Дух неразрывны, едины, потому что это один Бог, а Бог есть любовь. И вот по образу Святой Троицы, Отца, Сына, Святаго Духа, мы также должны хранить единство, единство в любви. Ну и буквально вот уже как только совершилось вот это вот расписывание храма, уже дни жизни преподобного Никоном завершались, и по историческим таким раскладам он отошел в иной мир, это 1428 или 1429 года. И уже вот чувствуя, что он переходит в иной мир, он позвал братьев, он оставил некоторые завещания, просил помогать неимущим, никого не оставлять без поддержки, чтобы не получилось так, что мы вдруг пренебрежем самим Христом, который вот как бы в образе нищего придет к обители. И после этого преподобный Никон, он погрузился в молитву, и потом вдруг он говорит, то есть видимо что-то ему было открыто, и он говорит, отнесите меня в ту светлую храмину, которые уготованы мне по молитвам отца моего. Ну отца моего имеется в виду духовного отца, преподобного Сергия, то есть видимо ему открылись те светлые обители, уготованные ему от Господа. И после этого перекрестившись, его конечно же сподобили причаститься святых христовых тайн перед смертью, он перешел в иной мир. Вот так он расстался с земным миром, и похоронен он был на самом деле очень недалеко от преподобного Сергия Радонежского. Вот мы знаем, в Троицком соборе покоится мощи преподобного Сергия, а справа значит стена, и вот сразу же за этой стеной был похоронен преподобный Никон, и впоследствии над этим местом выстроен храм в честь преподобного Никона, мы называем это Никоновским пределом, и там есть такая вот гробница, но мощи преподобного Никона на самом деле они под спудом, они в земле, то есть их никто не обретал, но все мы знаем, что они именно там покоятся, и когда прикладываемся вот к этому надгробию, мы понимаем, что мы обращаемся именно к преподобному Никону Радонежскому. Кстати, со времен преподобного Никона сохранился колокол, представьте, вот колокол, один из колоколов, который на Лаврской колокольне, и это невзирая на то, что многие колокола уничтожены были в советское время, и вот Никонов колокол сохранился, да, и причем там даже написано, что это 1420 год, когда он был поднят на Лаврскую звонницу, тогда этой колокольни, конечно же, не было, и его называют колоколом чудотворцев или Никоновским колоколом, то есть почему чудотворцев, потому что в те времена очень много было чудотворцев в обители, и сам преподобный Никон, конечно, чудотворец, и то есть колокол, его слышали лаврские чудотворцы, святые, преподобные, представляете, а ныне мы тоже слышим тот же самый колокол, и вот если говорить, конечно, собственно, про некоторое чудесающее преподобного Никона, то там, конечно, и при жизни было, да, и после тем более, а вот один такой интересный случай, который показывает, что, конечно, всякие бывали монахи, по-всякому они реагировали, один из монахов еще времен преподобного Никона, звали его Акакий, и преподобный Никон как-то дал ему поручение, чтобы он посетил одно из сел, принадлежащих Троицкому монастырю, вот мы сказали, что стали жертвовать некоторые имения, некоторые земли, и нужно было по делам появляться там, конечно, чтобы осуществлять какое-то руководство, какой-то учет вести, и вот преподобный Никон просил монаха Акакия отправиться туда с монастырским поручением, а он не захотел и отвечает, я не для того пришел в монастырь, чтобы обходить города и села, но его преподобный Никон просил, просил, но так тот и не захотел, и тогда преподобный Никон так вот в сердцах ему говорит, что ну смотри, как бы ты потом по своей воле сам не пошел туда, и там не был бы наказан уже по Божьему действию. Ну и после этого как раз проходит некоторое время, и преподобный Никон уже расстался с земным миром, и вот этот монах Акакий, он уже забыл про то, что ему говорил преподобный Никон, и по каким-то своим делам отправился как раз в то самое селение, и там вдруг на него напало какое-то безумство, потерял рассудок, стало ему плохо, так что братья монастыря привели его в обитель, и тут он, он потом сам, когда уже исцелился, рассказывал об этом, он вдруг увидел преподобного Никона, который из небесного мира, пришел и говорит ему, с укоризной, с жезлом, потрясая, для того ли ты пришел в монастырь, чтобы обходить города и селения, то есть, ну, как бы укорил его, напомнил ему то, что он сам произнес когда-то, немножко так вот с юмором, и, конечно же, этот монах Акакий, он очень вразумился, и он молился очень у мощей преподобного Сергия, и также у мощей преподобного Никона Радонежского, и исцелился, он полностью исцелился от этой беды, и потом он многим рассказывал о том, что произошло, вот как страшно непослушание, да, перечить духовным руководителям, но и зато милость Божия, она велика, вот исцеления подаются такие явно чудесные, и впоследствии мы, конечно, не будем все пересказывать, очень много было чудес именно от мощей преподобного Никона Радонежского и вообще по молитвам ему, а когда была осада Лавры, Свято-Троицкая Сергиева Лавры, да, 1608-1610 года, 16 месяцев все это длилось, то неоднократно преподобный Сергий и Никон вместе являлись, они поддерживали братью и устрашали захватчиков, тех, которые пытались атаковать обитель, и, в общем, неприятели не раз видели, как два светоносных старца обходят обитель, и по стенам обходит обитель, один кадит стены, а другой окропляет святой водой, вот так преподобный Сергий, преподобный Никон являли свое заступничество, помогали, вот сохранилась еще в XIX, от XIX века такая история, как рисофорный послушник Гавриил, он слег и лежал, вот он в монастырской больнице, какая-то страшная горячка, уже он почти в беспамятстве, и вот он вдруг видит, что как будто он уже все умирает, и душа его в какую-то бездну страшную сейчас не спровергнется, и тогда он взмолился преподобному Сергию и преподобному Никону, чтобы они вернули его к жизни, и чтобы он еще мог исправить себя, чтобы уже душой не спровергнуться после смерти в эту бездну страшную, видимо, ад ему как бы приоткрылся за некоторые нераскаянные грехи, и после этого он что видит? Как заходят два светлых старца, и в одном он узнал преподобного Сергия Радонежского, он шел с жезлом, а другой это был преподобный Никон Радонежский, и преподобный Сергий жезлом показывает, Никону показывает на больного Гавриила, значит, указывает и говорит, помоги ему. И тогда преподобный Никон идет к этому послушнику Гавриилу, и тот как от самого приближения преподобного Никона наполнился радостью и силами, и болезнь у него тут же ушла. Еще оставалась немножко там слабость какое-то время, но он получил исцеление. То есть преподобный Никон, он очень близок к преподобному Сергию, когда нужно, то и сам преподобный Сергий может попросить преподобного Никона, чтобы он помог кому-то из больных, из страждущих, и действительно будет дано исцеление, какая-то чудесная помощь. И мы видим, что святые, они связаны очень друг с другом. Они как бы взаимно переплетены в этой чудной божественной жизни, и на земле они пересекались. Вот Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Никон Радонежский, Андрей Рублев и прочие. И на небесах они тем более все вместе. И у каждого, наверное, тоже какой-то свой дар на небесах пред Богом. И самое главное, что мы им открыты, они видят нас. И поэтому мы будем им молиться обязательно, будем вспоминать преподобного Никона Радонежского, чтобы по его молитвам Господь прощал нам наши грехи, избавлял нас от ада преисподнего, и чтобы и нам хотя бы немножко приобщаться духу, преподобного Сергия Радонежского, духа преподобного Никона Радонежского, потому что это дух Христовой любви, дух Христова смирения, это дух Христовых добродетелей. Так что, братья и сестры, остаются нам только помолиться. Преподобный Отче наш Никоне, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...